Здравствуйте, мои замечательные зрители! Сегодня любовный гороскоп на неделю с 6 по 12 ноября 2023 года для всех знаков зодиака. Овны. Эта неделя неблагоприятна в личном плане, хотя возможности для отношений будут, и особенно у женщин-овнов. Проблема может заключаться в том, что вы сами и ваши партнеры сейчас могут быть настроены слишком эгоистично и можете склонны думать только о себе или вовсе избегать отношений, предполагающих хотя бы минимальные обязательства друг перед другом. Обратной стороной этой ситуации могут быть хорошие возможности для самореализации, интерес к делу или увлечения, которым вы оба можете быть заняты по отдельности друг от друга. На фоне этой тенденции идет еще одна тенденция, которая может повлечь симпатию к вам и вероятность возникновения любовных треугольников. Тельцы. Неделя неблагоприятна для личной сферы, так как текущее влияние не способствует ни взаимностью, ни желанию считаться друг с другом, ни пониманию того, что в отношениях приходится иногда поступаться своими собственными планами и желаниями ради совместных целей. В то же время остаются в силе тенденции, которые могут принести поддержку со стороны кого-то, кого вы давно и хорошо знаете. Или, как вариант в некоторых случаях, эти тенденции могут привести к возникновению новых отношений с человеком старше вас. И тогда эта неделя может стать благоприятной. Также неделя может принести вероятность служебного романа. Близнецы. Неделя относительно благоприятна в личном плане для женщин-близнецов. Хотя идут влияния, которые могут принести вмешательство в отношения третьих лиц. Есть вероятность увлечения несвободным человеком. В других случаях может получиться так, что вы оставите одного партнера ради другого. И для этого вам придется чем-то пожертвовать. Но выбор будет правильным, если этому не противоречит ваша совместимость с тем человеком. У мужчин-близнецов этот период может быть трудным и запутанным в том, что касается личной сферы. Так как высокая вероятность наличия сразу двух партнерш, либо смены партнерши. Плюс недели для всех близнецов в том, что может закончиться какая-то эмоционально трудная ситуация. И несмотря на издержки, вам это принесет облегчение. Раки. Неделя скромная в личном плане. Плюсом может быть поддержка кого-то из ваших друзей. И это может привести к сближению с человеком, который ранее был для вас просто другом. Другие тенденции менее однозначны, так как есть вероятность вмешательства в отношения третьих лиц. Либо может иметь место неоднозначное отношение и поведение со стороны партнеров. В общении с детьми у вас могут быть сложности. У женщин-раков в целом ситуация в отношениях будет развиваться лучше, чем у раков мужчин. Львы. Неделя благоприятна в личном плане для женщин-львов и может принести начало новых отношений. Либо потепление в тех отношениях, которые уже есть. Но несмотря на это, сохраняется вероятность вмешательства в отношениях третьих лиц или факторов. У мужчин-львов тенденция неблагоприятная. И в отношениях может наоборот наступать отдаление и могут иметь место неудачи. Присутствует вероятность вмешательства в отношениях третьих лиц и обстоятельств, что может выразиться в наличии любовного треугольника. Нужно следить на этой неделе за тем, чтобы личные отношения не смешивались с деловыми, так как это может нанести ущерб в вашей материальной сфере. Девы. Неделя относительно благоприятна в личном плане, так как вы можете оставить какое-то тупиковое, патовое направление в общении с человеком, от которого не получаете ничего, кроме агрессивного или эгоцентричного поведения. Текущая тенденция может привести к новому увлечению или смене партнера. Для женщин-дев ситуация может складываться более благоприятно, чем для мужчин. Но можно отметить, что по-прежнему остаются в силе влияния, которые могут принести в отношения досаду, неоднозначные эмоции и вмешательство в отношения третьих лиц или факторов. Например, есть опасность общения более чем с одним партнером или какого-то соперничества. Весы. Эта неделя неблагоприятна для личных отношений. В это время хорошее отношение возможен с кем-то, кого вы уже давно и хорошо знаете, и кто не раз доказывал вам свою преданность и всегда вас поддерживал. В некоторых случаях это может привести к возникновению отношений с кем-то старшим по возрасту, либо к возвращению к бывшему партнеру, который вас всегда ждет. Другие текущие тенденции приносят в личные отношения обоюдный эгоизм, сосредоточенность на своих сугубо индивидуальных интересах в ущерб отношениям. Хорошим вариантом проявления этой тенденции может стать период свободного полета, когда каждый из партнеров занят собственной самореализацией. Скорпионы Эта неделя неблагоприятна для личных отношений, хотя для женщин скорпионов может принести приятные моменты, несмотря на сложности, и романтические отношения все же могут иметь место. Проблемы могут возникать в области диалога, совпадения интересов и направления движения по жизни в целом. Если вы сейчас свободны, то эта неделя не годится для начала новых отношений, и тем более не способствует серьезным отношениям, в которых есть место обязательствам. Каждый из вас на этой неделе может рьяно защищать свою территорию и не хотеть действовать с оглядкой на кого-то. Стрельцы Эта неделя благоприятна для личной сферы. Если вы сейчас свободны, то велика вероятность появления нового партнера. Если же отношения у вас уже есть, но в них ранее наблюдались трудности, есть шанс, что на этой неделе проблема закончится, и партнер начнет вести себя более доброжелательно. Остальное будет зависеть от вашей совместимости. Возможным минусом этой недели может стать тенденция наличия сразу нескольких поклонников, а также то, что партнеры могут вступать в конкуренцию, соперничать в борьбе за ваше внимание. По возможности вам не стоит подогревать подобные события. Будет гораздо лучше, если вы четко дадите понять всем, как вы к ним относитесь. Козероги. Неделя благоприятна в личном плане для мужчин-козерогов и несет вероятность начала новых отношений, если вы свободны. Для женщин-козерогов это время может принести соперничество, конкуренцию, результат которой остается под большим сомнением. Но для женщин-козерогов на этой неделе сильна тенденция, которая может принести рост самооценки. И хотя это время может вылиться во временное одиночество или в свободный полет, в дальнейшем это может принести вам пользу и позитивно отразиться на будущих отношениях. Если же у вас уже есть проверенные отношения, в которых вы себя в целом ощущаете достаточно комфортно, но в которых в последнее время были какие-то проблемы, то есть шанс, что проблемы на этой неделе закончатся и в отношениях наступит прежняя гармония. Водолеи. Неделя благоприятна в личной сфере, но в основном это касается только мужчин-водолеев. У вас могут появиться новые возможности, особенно если вы сейчас свободны, то это может означать начало новых отношений. Если же отношения уже есть, но в них были затяжные проблемы, то на этой неделе они могут неожиданно закончиться. И в отношениях ожидается потепление и сближение. Что касается женщин-водолеев, то сейчас идет период, который способствует свободе и тому, чтобы укрепить и повысить свою самооценку, а также просто заниматься собой. Если все идет правильно, то могут возникать и хорошие возможности или знакомства, но высока вероятность вмешательства в отношения третьих лиц. Рыбы. Неделя хороша для личной сферы. Если у вас есть отношения, в которые вмешаны третьи лица или в которых просто наблюдались сложности, а партнер вел себя агрессивно и как-то непонятно, то на этой неделе ситуация может измениться, и партнер может пойти навстречу и проявить желание и способность к диалогу. Нужно учитывать реальную ситуацию и анализировать, что руководит партнером, искренние чувства или просто необходимость, чтобы не обмануться. Тем не менее, лично вам должно стать удобнее общаться. Если же вы сейчас свободны, это может означать появление в вашей жизни нового человека. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, задавайте вопросы. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok